Привет, друзья! Меня зовут Анатолий. И в этом видео я расскажу вам, как сделать задний фон. Итак, смотрите. Если вы хотите снимать видео, или уже снимаете видео, и хотите создать какой-то классный задний фон, чтобы у вас был задний какой-то определенного цвета фон, и хорошо всё смотрелось, и вы на этом фоне хорошо смотрелись, я вам расскажу, как это сделать. Вот. Кратко скажу, что у меня раньше был белый задний фон, был такой белый задний фон, и я на нём снимал видео. У меня просто была белая ткань, и я разрисовал её маркерами, и снимал видео. После я заметил, что качество этих видео не совсем такое приятное, не совсем хорошее, потому что камера постоянно фокусируется на более светлом участке. То есть, всегда была проблема с настройкой фокусировки камеры. Она фокусируется либо на мне, на белой маке, да, либо на заднем фоне, потому что задний фон тоже был белый. И это была самая такая вот проблема. Вот. Поэтому я решил поменять себе фон. сделать его другим. Итак, если у вас вообще нет никакого заднего фона, и вы снимаете просто на каком-то, да, в стене или ещё на чем-то, то его легко сделать. Первое, смотрите, можно взять какую-то ткань, да, которая у вас есть, и её покрасить в тот цвет, который вам нужен. Вот. Второй способ, он намного лучше. Это самое лучшее, я думаю, решение для тех, кто хочет создать фон. Это просто купить такую ткань определенного цвета, который вам необходим. Почему это лучше? Потому что, когда вы будете красить ткань, да, может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Вот. То же самое произошло и у меня. Когда я красил вот эту ткань, я ожидал, что цвет будет тёмно-синий, но на самом деле получился светло-синий цвет. И смотрите, почему я так сделал, да. Просто у меня было у себя очень много белой ткани. Вот. Именно этой белой ткани у меня было много. И я решил не покупать какую-то ткань, да, определенного цвета, а я решил просто взять и покрасить. Я думал, что получится идеально тот цвет, который я возьму, да, и покрашу. Сначала я попробовал красить всю эту ткань валиком. Пробовал её покрасить, но увидел, что сама эта краска, да, она неравномерно пропитывается, и цвет неравномерно покрашивается. Где-то получается стемнение, а где-то светлее. И краски не хватает. Вот. И я тогда понял, что нужно красить её целиком в ванне. То есть, нужно было что? Вылить всю краску в какой-то тазик и замочить всё это полотно, всю эту ткань в этой краске, да. Разбавить краску водой, немного разбавить водой, тёплой, тщательно размешать и замочить всю эту ткань. Вот так я и сделал. Сейчас расскажу, какую краску я использовал. Смотрите, я использовал вот такую вот краску. Это называется акриловой краски для ткани. Вот. Фирма Декола. Вот такую вот краску использовал. Использовал я синего цвета. И вот таким вот образом красил. То есть, я взял вот этот баллончик, одну эту баночку, вылил в тазик, разбавил вот это тёплой водой, с чайника и тщательно размешал. А потом я всю эту ткань, расстояние у меня получается где-то, ну, ширина 2 метра, а высота, ну, примерно полтора, где-то так. Вот. Всю эту ткань белую я окунул в эту ванну и тщательно пропитывал. Потому что где-то были белые места, да, не везде сразу она попадала. Несколько раз её окунал, по-всякому, крутил там, чтобы она вся-вся-вся равномерно пропиталась. Вот таким вот образом я покрасил. Вот. Естественно, не получился тот вот синий цвет, который есть у банки, да, как я хотел, чтобы это был идеально синий. А почему-то получился я такой светло-синий. Ну, в принципе, нормально и меня устраивает. Вот так же вы можете поступить и вы, если у вас есть какая-то ткань, вы можете её просто покрасить в тот цвет, который вам необходим. используя такие вот акриловые краски фирмы Decova. Вот. Используя их. Одной баночки мне хватило, чтобы покрасить всю вот эту вот, ну, всю эту ткань. Вот. Или же, если у вас есть средство, и вы можете купить качественную ткань, такого цвета, который вам необходим, вы можете просто её купить, там, шёлковую ткань определенного цвета, или какую-то другую ткань. Вот. Это будет, наверное, самое простое и самое лёгкое решение. Вот. Но если у вас уже что-то есть, вы можете перекрасить в тот цвет, который вам нужен. Вот. Как я сделал бренд. Так, это краски для тканей. Я использовал такую же баночку, только красного цвета. И я нарисовал вот такой вот свой новый бренд моего дела. Вот. Нарисовал его чистой кисточкой. Просто так же взял кисточку, такую простая кисточкой, и я всё это нарисовал. Сделал я это тоже, в принципе, просто. Сначала всю эту ткань расстелил на полу. Потом, чтобы не спачкать пол, я подложил под низ, ну, по ткани, то я подложил такую плотную бумагу. А сверху я положил копирую обыкновенную А4 формата. А сверху копирую я положил тот рисунок, который я хотел сделать. Просто потом я просто через, ну, по рисунку это обвёл, через копирку всё перенеслось на ткань, а потом уже по ткани я кисточкой с помощью этой краски просто всё нарисовал. Вот таким образом я, собственно, и сделал себе новый задний фон для съемки видео. И также вы можете использовать этот способ обвыкновенную. То есть, если у вас есть какие-то ткани, да, которые вам не нужны, вы их можете просто перекрасить. Вот эти баллончики, да, вот эти краски акриловые для ткани, они на самом деле стоят недолго, 90 рублей одна штука. Я, конечно, взял очень много, но я не знал, сколько мне понадобится. Вот. А так, можно взять одну баночку и сразу же покрасить большой объём ткани. Вот. И также с помощью этих же красок можете нарисовать какой-то свой логотип, свой какой-то бренд. Вот. Или можете просто купить уже готовый вариант с определённым цветом какую-то ткань. И потом уже на ней нарисовать свой какой-то логотип, опять же, с помощью этих же красок. Вот такой способ я вам рекомендую, чтобы сделать задний фон. Я считаю, что это самый простой, самый лёгкий и самый такой недорогой способ. Может быть, есть ещё какие-то ещё способы, но я использовал в уме. Вот. Это всё, что я хотел вам сказать в этом видео. Надеюсь, данное видео было полезным. Увидимся в следующем видео. С вами был Атолий Быков. Пока.